Добрый день! Сегодня я расскажу вам о растениях, которые по ошибке иногда считают хвойниками. Это вереск и Эрика. Почему два названия? Потому что вереск живет, как и Эрика, в слабокислой почве, PH 4,5, растет также невысоким кустом 10-15 сантиметров, но цветет вереск в летнее время. Это июль, август, сентябрь и до осени, а Эрика цветет в зимнее время. Чем интересно это растение в нашей зоне? Тем, что оно является альтернативой газону. Если газон сложен в уходе, особенно в нашей южной зоне, проплешины, сухость, где-то не подкормили или ожог солнца немножко истребил газон, то верески Эрика, они не подвержены ни ожогам, ни пересыханию. Подкормка для растений кислой почвы. Это для азалии. Есть специальные удобрения, они продаются в магазинах, так и называются азалии. То есть вносите в весеннее время это удобрение и на протяжении всего сезона. Растение хорошо развивается. Обрезаем мы до пересадки, либо же после пересадки, через некоторое время, когда он отсветет. Влажность воздуха для него нужна, так как это растение все-таки чешуя листая. И как только начинают прямые солнечные лучи достигать него, начинает подсыхать лиственная масса. То есть периодически, хотя бы давайте ему влагу. Пришпиливайте боковые побеги, которые через 2-3 месяца дают отдельные корешки. И вы уже через время можете обрезать это растение, а корешок и молоденькое останется уже как самостоятельное растение. Вот таким образом мы можем размножить его площадями и получить естественный цветущий газон. Если вы будете чередовать вереск и эрику, он будет беспрерывно цвести. То есть отцветает вереск, начинает цвести эрика. Я желаю вам всего доброго. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова